Вот, лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, впереди шесть месяцев слякоти, соплей, испорченной обуви, морозов, но потом, если повезет, снова лето, но это не точно. Всем привет, меня зовут Кэт Кена, и сегодняшняя тема была навеяна сменой сезонов. Поговорим о выражениях, в составе которых есть слова лед, снег и холод, все как мы любим. Первое выражение означает абсолютно одно и то же, просто разные конструкции. Это означает, что вы сделали что-то или сказали что-то, чтобы разрядить обстановку, чтобы превратить атмосферу из напряженной в непринужденную. Например, То же самое выражение. Я всегда людей стараюсь рассмешить, когда первый раз их встречаю, чтобы как-то разрядить атмосферу. Есть еще выражение со льдом, такое есть и в русском языке, или варианты этого же выражения Идти по тонкому льду. Это означает, что вы себя поставили в какое-то положение опасное, у которого будут не очень приятные последствия. Например, Тебе нужно перестать опаздывать на работу, ты ходишь по тонкому льду. Еще есть выражение со снегом, естественно. Например, To be snowed in To be snowed in в буквальном смысле означает, что вы где-то застряли, потому что вас занесло снегом. Нам, русским, это не очень понятно, потому что если у нас снег, мы так отгребли, или там машину откопал и все равно поехал. А в Англии наступает просто апокалипсис, перестают летать самолеты, ходить поезда, люди остаются дома, сметают все с пола к супермаркете, а выпало, чтобы вы понимали, да, два сантиметра снега, то есть, ну, вот так. Например, Судя по всему, вчера их занесло снегом, blizzard, кстати, это вьюга метель, да, какой-то страшный снежный шторм. Их вчера занесло снегом, так что ни войти, ни выйти из того места, где они находятся, нельзя, нужно подождать, вот так переводится. Дальше идем к выражениям с холодом, как раз сейчас вот у меня синеют ручки, поговорим про холод. To give somebody the cold shoulder, буквально перевод вообще, совершенно не имея никакого смысла, давать кому-то холодное плечо, о чем это вообще? Это про то, что вы кому-то оказали холодный прием, или кого-то вы игнорируете. Например, Много парней за ней убивалось, но она всем нам дала отворот-поворот, да, всем нам оказала холодный прием. Или, например, вы с кем-то поругались, и этот человек все еще ходит на вас, дуется, и ты ему говоришь Ты что, все еще дуешься? Ну давай уже, завязывай. И еще есть выражение с холодом, которое я забыла, и я сейчас его вспомню. А, to leave somebody out in the cold. Вот у этого выражения есть тоже и буквальное значение. Если вы кого-то оставили на морозе, можно использовать. Или, to leave somebody out in the cold означает, что вы человека исключили, оставили в стороне даже, наверное, самый лучший перевод. Вы его исключили из своего круга общения, вы его не допустили к какой-то деятельности, может, вечеринка какая-то, что-то происходит. Оставили в стороне. Например, Kim didn't get the invitation. She was left out in the cold. Kim не получила приглашение, она была оставлена в стороне. Еще такой пример. You gotta be active at work. Otherwise, you might be left out in the cold when it comes to hand out promotions. Нужно быть активным на работе, иначе, когда придет время раздавать повышения, тебя оставят в стороне. Сегодня все, слова закончились. До новых встреч. Учите английский и спазл игруш.